дамы и господа приветствую вас в этом видео поговорим про сборочный цех огнеметные танки которые мы получим пройдя сборочный цех до конца а получим мы аж два огнеметных танка первый огнеметный танк это xt-130 огнеметный танк второго уровня я вам показывал его на стримах с теста ну и главная награда объект 156 о его я тоже вам показывал про него мы говорили премиумный танк огнеметные восьмого уровня помимо этого еще и наградки будут и так что это за событие стартует она 4 мая 1500 мск и мы понимаем что 4 мая 15 мск у нас выходит патч 120.1 также там чуть ли не сразу стартует у нас натиск новая японская ветка pt и еще по мелочи там я думаю чего-нибудь наберется заканчивается сборочный цех 1 июня в 3 часа мск но я думаю что если патч задержится а такое бывает что выход переносится то может быть не в 15 мск начнется сборочный цех а чуть позже мне кажется тут время взято с запасом такая долгая установка патчей это прям реально долго итак сбор машины состоит из двадцати восьми этапов необходимы жетоны игрового события один жетон один этап строительства чтобы получить жетоны нужно выполнять задания эти боевые задачи можно найти в 4 главах в каждой главе можно получить 6 жетонов для этого нужно в каждой главе выполнить 6 заданий и так выдыхаем люди которые нагоняли панику никто вас не заставляет играть на чем-то там 6 заданий и в награду за которые вы получите 6 жетонов и пройдете 6 этапов за 6 жетонов это половина заданий в каждой главе поскольку в каждой главе 12 заданий то есть вы выбираете половину которую вам нравится ту и выполняете при этом они все активированы сразу то есть вам первая глава доступна сразу вся и все 12 заданий сразу активированы не нужно как в лбз нажимать кнопку вот это задание выполняю или вон то они сразу все работают задание где нужно играть именно на арте их не так уж много поэтому вы с легкостью сможете их пропустить вот допустим в первой главе которая называется проектирование задание для арты всего лишь одно из 12 во второй главе которая называется силовые агрегаты тоже всего лишь одно задание для артиллерии там также есть еще задания которые для любого типа техники подходит третья глава основные системы тоже одно задание для арты а вот в четвертой главе которая называется ходовая и экстерьер тоже одно задание для арты вот как разнообразно и великолепно всего лишь 4 задания для арты на 4 главы а выполнять в каждой главе нам придется всего лишь половину заданий звучит не так уж и неприятно то есть все что нам неприятно можем пропустить и выполнять задания которые выполняются на обычных наших танках на которых мы любим играть то есть здесь такое впечатление как будто бы прям с кайфом можно будет это все пройти во первых она практически месяц работает это мероприятие сборочный цех можно выбирать задания которые именно нам нравятся для нашего типа техники там конечно в первых трех главах задания попроще но вот в четвертой главе пожестче но она и работает месяц я честно говоря думал что такие жесткие задания за короткий период не выполнить но раз он у аж практически месяц работает то это и не звучит так больно и неприятно как обычный марафон также за каждое задание выполненное в каждой лаве мы тоже можем получать награды мы можем задание еще выбирать не только по классам техники там и так далее но и по награде если она нам интересно вот допустим полистал каждую главу больше всего мне нравится задание где дают в народу серебро и демонтажные наборы остальные награды в основном повторяются пересекаются и они уже мне допустим лично не так сильно интересны при этом задания где дают демонтажные наборы эти задания выполняются на любом типе техники я думаю что эти задания большинству выполнят играя на любом танке и скорее всего демонтажных наборов у всех будет много за полное прохождение всех четырех глав можно получить 24 жетона а нужно нам 28 чтобы пройти события полностью и получить огнеметный танк 8 уровня недостающее количество можно докупить в магазине за боны или в ангаре сборочного цеха за игровое золото за тысячу бон мы покупаем один жетон или за тысячу голды мы покупаем один жетон все просто и того нам понадобится 4000 бон недавно началась тут акция на демонтаж оборудования где возвращают ресурсы которые вы потратили демонтажные наборчики золото боны кроме компонентов на экспериментальное оборудование их возвращать не будут и я думал что если это событие сборочный цех будет коротким а за эту акцию где возвращают ресурсы за демонтаж оборудования возвращать ресурсы могут аж до 17 мая и если бы сборочный цех был коротким то могли не успеть вернуть ресурсы и мне допустим бы не было за что покупать эти четыре главы 4 жетона но так получается что акция заканчивается и возвращение ресурса тоже заканчивается намного раньше чем заканчивается сборочный цех и у меня будут боны чтобы купить эти четыре главы поскольку я очень много бон потратил на то чтобы снять фиолетовое оборудование и переставить куда-нибудь на другие танки поэтому можно не переживать ну а тем кто вообще не обладает никаким терпением но обладает большим количеством золота они я так понимаю могут сразу купить все жетоны за золото хотя честно я не вижу смысла прям сразу все покупать там в первой главе задание несложное можно скатать пару боев я думаю там половина заданий сразу выполнится тем более что они все одновременно работают хоть и сборочный цех работы до 1 июня главы можно будет докупить до 7 июня 3 часов мск также на объект 156 а еще доступен 3d стиль я по-прежнему не понимаю в чем его 3d шность ведь он просто меняет свою раскраску и это скорее просто камуфляж но может быть где-то болтик поменяли но да ладно чтобы его получить нужно получить сам объект 156 о пройдя сборочный цех и сыграть на нем один бой и после этого первого боя на неметном танке вам и дадут этот 3d стиль но если вы не успеете сыграть один бой на неметном танке до 26 июля то есть это еще там аж через месяц вам практически за два месяца надо будет один бой сыграть чуть меньше если вы не успеете сыграть один бой на этом танке то 3d стиль такой замечательный не получите и 2 огнеметный танк xt-130 я честно говоря не знаю как правильно ht xt я его называю xd потому что мне кажется так приятнее в награду за 10 этапов прогрессии игрового события вы получите xt-130 огнеметный танк на базе серийного исследуемого танка т-26 я на тесте его попробовал первый вариант был супер имбовый второй вариант был супер неприятный во что в итоге превратили танк я затрудняюсь ответить когда получим посмотрим если у этого танка в движении прицел на весь экран то это значит что это второй вариант который мы пробовали на тесте этого танка xt-130 и он вообще неприятный я думаю там надо что-то посередине выбирать потому что такую стабилизацию делать у танка но это просто ужас но если это танк с огнеметной своей струи попадает он невероятно жестко убивает врагов с этим что-то надо было делать но я вижу что огнеметных выстрелов у него 4 это барабан который перезаряжается 10 секунд то есть огневую мощь ему не уменьшили поэтому скорее всего стабилизация у него будет плохая прям очень сильно но это конечно такой себе вариант но и оставлять супер имбовым это танк на втором уровне тоже непонятно зачем он бы там изничтожал все с виду события смотрится не противным по времени она не быстро и никуда тебя не спешит не подгоняет это мне нравится нравится что можно пропустить задание которые тебе не интересны и ты не хочешь делать возможно это тот тип марафона который мы заслужили за 10 лет не противный и нормальный вот бы еще место огнеметного танка какой-то кайфовый танк и все поскольку огнеметный танк это новая механика и так далее это все прикольно но он очень сложный так вот просто сесть на него и показывать какие-то результаты мало у кого получится скорее всего поскольку там нужно пользоваться броней и быть танком поддержки разваливать кабинеты в рандоме и набивать кучу урона мало у кого получится танк но очень сложный пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока